Я бы называл это защитительной, или священной, или освободительной войной. Назвал бы это я. Как я, собственно, это иногда и называю. Потому что, ну, тут нужно понять, что такое терроризм, что такое, потому что террористический акт предполагает все-таки быстродействие и конечность. Я не знаю, вот террористического акта, это все равно, что... То есть не может продолжаться три месяца непрерывно, то же самое не может два года непрерывно, с моей точки зрения, продолжаться акт терроризма. Ну, то есть это... То, что нет определений, видимо, люди, от которых зависят действия и определения, они были поставлены изначально в крайне сложную ситуацию тем, что все, как и многие, по разным причинам надеялись, что это произойдет быстро. Я считаю, что Россия в лице правительства надеялась, что будет что-то подобное Крыму, то есть бескровный захват, и там, потом делай, что хочешь. Ну, ощущение такое, судя по тому, как сдулись и свалили вот эти завезенные руководители первоначальные этих республик псевдо. Поэтому все думали, что это на две недели. То есть на две недели эта мама приехала в гости. То есть мама приехала в гости и живет 6 лет, нужно этому какое-то уже находить другое название. Я думаю, что этим нужно заниматься на лингвистическом уровне крайне серьезно. Знаете, когда в Штатах проводят какие-то учения или военные операции за границей, как бы к ним ни относиться, у них есть специальная группа, которая придумывает им название, для того, чтобы это позитивно звучало для своих и угрожающе для других. Ну, не знаю, это мое мнение, как политолога и лингвиста профессионального. Названия не определены. Не определены названия, как называть, потому что существует ведь вилка. Вы, как журналисты, знаете прекрасно, как отличить свои тексты, которые из них информационные, которые из них пропагандистские. Причем я могу понять и пропагандистскую позицию всегда. Как только существует названное, предположим, там, войска противника, и после этого вы называете противника, это информационный текст. Как только появляется слово фашист, там, ну, это эмоционально окрашенные слова, как с той, так с другой стороны. То есть, как только фашист убивает нашего, там, героя. Ну, то есть, это уже не информационный текст, с моей точки зрения. Это уже отдать нужно блогерам, может быть, поэтам, ну, или журналистам, эмоциональным колумнистам, которые, может быть, эмоционально окрашены. Информационный поле, с моей точки зрения, все-таки должно быть, моя личная точка зрения должна быть деэмоционализирована.